Медиагруппа «Авангард» представляет Я предлагаю сразу обозначить вопрос. Вопрос очень простой, хотя видите, у нас уже даже тут результаты промежуточных голосований. Требует ли современная финансовая отрасль ужесточение регулирования в области информационной безопасности? В динамике будем за этой ситуацией смотреть. Вот вначале проголосуем, и здесь три варианта ответа. Да, это вариант А. Отрасли требуется более сильное регулирование. Б вариант. Нет, нужно сохранять доступный баланс. И вариант С. Нет необходимости дать больше свободы и положиться на саморегулирование. Видите, все в динамике изменяется. Так что, пожалуйста, я надеюсь, может быть, кто-то и после нашей дискуссии как-то еще проголосует. Соответственно, мы можем повлиять на ход этого голосования обсуждением. Первый вопрос задам. Мне понравился. Это первый вопрос прямо в чат-боте. Что думает Роскомнадзор про ваш чат-бот в Телеграме? Можно в шутку? Хороший вопрос. Смотря с какой позиции посмотреть. Если мы говорим о развитии технологичной составляющей, мы всегда за диалог. А каким способом выстраивается диалог, каким способом выстраивается коммуникация, это все вторично. Спасибо большое, Юрий. Ну, правильно, в общем, я согласен, вопрос не в бровь, а в глаз, но давайте теперь по как раз безопасности, удобству и доступности поговорим. Первый вопрос все-таки представителю Центрального банка, первому заместителю Департамента информационной безопасности Артема Сычева. Артем Михайлович, достаточно такой общий, но все-таки, чтобы мы понимали, о чем мы говорим, вопрос. Какие сегодня вообще риски для финансовой сферы есть наиболее значимые, ну, вот с той точки зрения, которую мы сегодня обсуждаем? Вот можете так топ-3 назвать? Ну, и, возможно, такая география происхождения этих рисков, это внутренние, внешние. Как бы вы обозначили топ-3? Добрый день, уважаемые коллеги. Ну, если говорить о, действительно, самых важных рисках, которые сейчас есть в финансовой сфере, то в докладе у Дмитрия Германовича и приветственном слове председателя это прозвучало. Безусловно, самая важная сейчас проблема – это проблема социальной инженерии. И, к сожалению, она, не сказать, что сильно усложняется, но пока мы, к сожалению, не видим возможности для того, чтобы эта проблема снижалась. Вторая часть, второй риск, который мы, собственно, видим – это возможность формирования проблемы у одного участника рынка и распространения этой проблемы на других участников экосистем. То есть взаимодействие, особенно если эти участники этой экосистемы используют одни и те же платформы, одни и те же технические решения, если они имеют общую инфраструктуру, то совершенно точно влияние инцидента с одной стороны может быть существенным для всех участников экосистемы. И третье направление, которое мы, собственно, считаем крайне важным – это проблема, когда с бурным развитием информационных технологий мы начинаем немножечко отставать в плане информационной безопасности. Собственно, почему? Потому что подходы наши сейчас таковы, что мы продолжаем надеяться на наложенные средства защиты, хотя это уже не сильно эффективно. Да, вот по каждому из этих трех направлений у Центрального банка есть вполне конкретные предложения и вполне конкретные решения. Если говорить о социальной инженерии, Дмитрий Георгиевич в докладе это очень хорошо прозвучало, это работа с населением, повышение финансовой грамотности, плюс обеспечение банков инструментарием для того, чтобы они хорошо понимали, что происходит с клиентом. Вот закон уже, собственно, законопроект, о котором было сказано по сим-картам, это как раз один из вариантов такого информирования. Если говорить о экосистемах, то мы, собственно, видим оценку рисков по риск-профилю и переход к киберучениям не просто так, а все-таки в рамках экосистемы, выстраивая цепочку, собственно, от уязвимости через технологии, используемые в финансовой организации, и дальше уже непосредственно к тому, как это может повлиять на устойчивость финансовой организации. Как-то вот так. Понимаю, да, но географию вы так и не сказали. Это где это? Наши внутренние, транснациональные такие, знаете, риски? Риски, вот точно могу сказать, что они не сосредоточены только в Российской Федерации. Это очень диверсифицированная история, и транснациональная совершенно точно. Причем, если посмотреть в ретроспективе, как злоумышленники, какие методы они использовали Российской Федерации и куда они дальше двигаются, то мы можем точно совершенно сказать, что Российская Федерация в этом почти впереди планеты всей. То есть сначала на нас тестирует, потом уходят другие юрисдикции. Исключение может составлять некоторые государства Юго-Восточной Азии. Например, проблема с сим-картами, она характерна не только для нас, она характерна, точнее, мы на стадии, когда она для нас начинает быть актуальной. А в некоторых государствах, собственно, Азии, это уже большая проблема. Они еще не очень понимают, что с ней делать. Поэтому мы здесь идем немножко впереди. Понимаю. Ну, в принципе, врага, как говорится, надо знать в лицо, ну или риски эти, знаете лицо. Я, чтобы все время слово риски не использовать, я поэтому синонимами бросаюсь. Не думайте, что такое талармизм у меня. Ну вот, Борису Симису я тот же вопрос задам. Все-таки у вас компания Positive Technologies, один из лидеров в этой области, в области производства программного обеспечения, информационная безопасность. Кто, кто эти организации, структуры, кто сегодня самая большая угроза, в том числе и финансовой системе? Ну, если прямо говорить про основные риски, я бы сказал так, наверное, agile, наркотики, рок-н-ролл. То есть это вот три основных проблемы для банков. Если говорить серьезно, то действительно цифровизация, диджитализация, так как сейчас называют, она влечет банки прямо в новые технологии, еще неизведанные, и там куча новых рисков. И вот такой можно привести пример, когда банки надеются на работу неких защитных механизмов, например, там, не знаю, аутентификация через СМС. Уже несколько лет в Европе распространены атаки, когда хакеры ломают телеком сначала, а потом перехватывают все СМСки. Или, например, сегодня говорили про телефонные номеры. Действительно, номер абонента – это уже некий такой способ понять, что тебе звонит твой клиент. Но телефонные так устроены, что злоумышленнику поделать исходящий номер прям вообще несложно. Прям вообще несложно. И поэтому вызов, я думаю, для банков – это именно понимание угроз и проблем в смежных технологиях. Это очень непросто. Получается, что банки должны понимать вообще, как нужно изучать весь мир. И телеком, и веб, и так далее. С точки зрения географии, то наш опыт, что это прям, я приезжу Артема Михайловича, это прям русскоязычные ребятишки. Они, как правило, всегда мульти, они не только в России, это Украина, Прибалтика, другие страны. Но именно наши ребята, они понимают, как ломать банки, и уже отсюда исходит дальше угроза в Восточной Европе и так далее. На одном из форумов в Санкт-Петербургском, к вопросам перейдем, не держите руку, а лучше задавайте туда, в чат-бот, я все задам, все спрошу. На одном из форумов, один из участников нашего форума, он тоже представитель крупной компании в области информационной безопасности, мы сессию вместе проводили. Он мне прям с одного моего телефона, один мой номер знает, говорит, ну вот смотри, второй скажи, у меня два телефона лежат. И с одного мне на второй звонил, то есть я вот сам себе звонил. Я понимаю, что для профессионалов это достаточно дешевый способ произвести, так сказать, эффект положительный, но у меня так глаза на лоптовом полезли. То есть все, ну как бы это рядом, и особенно если ты в это не очень сильно погружен, это выглядит так достаточно страшновато. Поэтому готовиться к таким вещам уже нужно и не расслабляться. Но в связи с этим возникает другой вопрос. В современном мире финансовый сектор, например, финансовый, мы же все-таки в форме Центрального банка, может существовать с минимум регуляторики и с минимум участия государства. Вот кто на этот вопрос хочет ответить? Николай Зубарев, директор по направлению информационной безопасности автономной некоммерческой организации «Цифровая экономика». Николай, как вы думаете? Да, Алексей, спасибо большое за вопрос. Когда посмотрел на всех коллег, и действительно я являюсь директором по направлению информационной безопасности, и вот все коллеги от меня, начиная слева, там «Позитив», «Ростелеком», «Центральный банк», «Роскомнадзор», мы все собираемся на одной площадке, причем довольно часто очень похожим составом, и обсуждаем, в общем-то, в том числе вопросы и нормативного регулирования. И что я вам хочу сказать, ну, дабы не быть голословным и не ходить далеко за примером, буквально, если я не ошибаюсь, 16-го числа, да, Юрий, к нам поступил запрос о переносе сроков исполнения мероприятия. Знаете, это банально, наверное, грустно и смешно, значит, мы не можем реализовать мероприятие, потому что нет четкого определения больших данных. Вот, наверное, я ответил на вопрос. А что с этим делать и тогда, понимаете, если мы определения не можем так долго дать? То есть мы переносим сроки реализации мероприятия, потому что коллеги говорят, а мы не понимаем, что такое большие данные? Если мы уже дошли до того, что мы не можем ввести нормальный категориальный понятийный аппарат, нет, эти решаются вопросы, у нас есть целый федпроект, который называется нормативное регулирование, эти вопросы там поднимаются, более того, ладно, большие данные, у нас есть искусственный интеллект, я вам могу сказать, что один мой коллега, значит, находился на курсах повышения квалификации в одном известном ВУЗе, не буду говорить в каком, и первый слайд, который я мне прислал, значит, на нем было написано, искусственный интеллект – это то, что компьютеры делать еще не умеют. Ну вот, как бы так. Тяжелая ситуация у вас. Это, Алексей, Алексей, это не у нас, это у нас у всех. У нас у всех, да, да, да. Нет, я просто, если не могу дать определение, мне просто интересно, я персонально не спрашиваю, это кто, это представители госучреждений, общественность, которая участвует в выработке этих инструментов, это кто не понимает, что такое большие данные, не может дать этому определение? Все понимают по-своему. Все понимают по-своему, вот в этом основная проблема. Хорошо, ну, тогда возникает вопрос, в какой мере и форме общество, и профессиональное сообщество, ну, во-первых, может вырабатывать соответствующие правила, давать эти определения, и одновременно нести ответственность за реализацию рисков. Потому что, если мы долго будем сидеть, в том числе представители общественности и властных структур, и не давать определения, вот откладывать, 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 ну, в этот же момент могут эти риски начать реализовываться. И я серьезно, то есть это, вот, как говорится, счет пошел на часы, как в одном детективном сериале говорилось. Кто должен из профессионального и такого общественного сообщества в этом участвовать? И должны ли эти представители нести риски? Как вы думаете, Николай? Ну, и еще сейчас. Да, да, я отвечу, Алексей, это еще не самое страшное. Так получилось, что я вот так же, как вы, вел одну секцию, которая касалась в регуляторике. Значит, и там были коллеги с верхней палаты и с нижней палаты, в разных секциях, значит, и у коллег с верхней палаты парламента нашего, у них одно понимание информационной безопасности и одно понимание кибербезопасности, два понятия. А у коллег с нижней палаты эти понятия диаметрально противоположны. И сегодня никто из них не приехал. Вот, поэтому, смотрите, ну, в любом случае у нас есть площадки для взаимодействия, есть площадки для общения, где могут собраться эксперты, где может собраться бизнес, где могут собраться регуляторы, да, и мы можем совместно выработать те или иные понятия, и дальше тот же самый Роскомнадзор, Минкомсвязь может выступить с законодательной инициативой, и, пожалуйста, вот вам будет определение принято нормативно, и мы будем все дружно по нему жить, поэтому надо просто плотнее взаимодействовать, работать, и тогда все у нас получится. Понимаю. Игорь, как вы думаете, Игорь Ляпунов, вице-президент по информационной безопасности корпорации Ростелеком, про профессиональное сообщество, про общественность, да, в какой мере должны нести ответственности за реализуемые риски представители этих страт общества? Ну, если говорить про регуляторику, вот мы с Борисом сейчас сидели перед мероприятием, обменялись мнениями, мы проводили опрос перед СУК-форумом, который был в конце прошлого года, и там эксперты, там очень много, там задавали вопросов, высказывались, сначала они начинали свои тезисы с того, что сейчас отрасль зарегулирована, нужна определенная либерализация, нужно снятие вот этих вот нормативных барьеров, и ровно через два вопроса они говорили, «Слушайте, ну нам надо разговаривать с бизнесом, нам надо его как-то убеждать, и для этого нам нужно еще больше каких-то нормативных требований, на которые ссылаться». И на мой взгляд, вот все-таки наша область кибербезопасности, она регуляторики требует. Но вторая половина, все-таки мы находимся в определенном таком капкане, ловушке, когда мы для того, чтобы что-то порегулировать, мы должны сначала вот эту вот сущность мира описать, ну, например, описать, что такое бигдата, описать, что такое искусственный интеллект, чтобы его тоже как-нибудь там правильно подкрутить. Но все-таки, и то, о чем сегодня говорил Дмитрий Германович, все-таки подход должен быть несколько другой. Вот наше нормативное регулирование инфобеза, оно было такое, давайте выполнять вот такие требования, и тогда у вас будет счастье, и если вы не выполняете требования, мы придем к вам с проверками и соответствующими санкциями. Подход должен быть другой, все-таки от рисков и от тех инцидентов, которые есть. Не должны мы бояться того, что мы не соответствуем требованиям. Все-таки мы являемся держателями информационных активов, мы являемся держателями вот той информации, которую защищаем, и мы должны придумывать те меры, с помощью которых мы реализуем защиту. И основной инструмент регулирования и основные санкции, они должны быть скорее не за несоответствия требованиям, а за наступающие инциденты. И как только начнут штрафовать, возникает ответственность за инциденты, вот ровно в этот момент мы будем готовы идти действительно не к бумажной, а к настоящей фактической защищенности. И в некотором смысле вот регулятор должен идти в эту сторону, а мир, ну понятно, он очень многообразен. Сейчас так или иначе, вот мы телеком, вы банки, мы ищем все новых каких-то бизнес-моделей, уже вот что телеком, что банки начинают называть комодити, и в общем все мы пытаемся придумать какие-то новые инструменты доступа к потребителю, упрощать взаимодействие с ним, искать какие-то новые продукты, новые модели. И, конечно, вот то многообразие идей, которые мы сейчас вбрасываем потребителю, оно бесконечно, невозможно описать. Это такая большая серьезная работа и финтех, и цифровизация. И, конечно, это такой серьезный вызов для нас, для безопасников, ну вот быть быстрее, отвечать на вот такого рода проблемы и такого рода угрозы. Ну и сразу вам вдогонку вопрос, так сказать, по понятиям, в смысле про понятия от одного из наших зрителей в зале. Что вы понимаете под понятием экосистема кибербезопасности? Это к вам вопрос и к Борису Симису. Начните вы так лаконично. О, прекрасный вопрос. Слово «экосистема», которое пришел из биологии, он как-то приживается в очень большом количестве отраслей. Ну и, конечно, сейчас весь наш мир, он такой очень экосистемный. Конвергенция. Конечно. Центральный банк создает очень много инструментов, вот таких вот объединения, конвергенции, экосистемности, систем быстрых платежей, цифровой профиль, который уже стоит на пороге, и единая биометрическая система. Это вот такие большие государственные сервисы, суперсервисы, которые, конечно, наш рынок объединяют. И это, конечно же, вот Артем Михайлович говорил про это, угроза устойчивости. И когда мы говорим про защиту, очень важна действительно вот такая вот взаимодействие участников. То, что сейчас мы уже не первый форум обсуждаем, это обмен информацией об угрозах, это технологии интегрированные, не наложные, а интегрированные уже в прикладное программное обеспечение. Это то, что должно действительно создавать, ну, такую, скажем, цифровую, доверенную, безопасную среду, нежели вот какой-то там заборчик, стоящий вокруг нашего домика. Борис, как вы понимаете, экосистема кибербезопасности? Вы знаете, я не очень люблю термин, экосистему, мне кажется, вот такими терминами называют то, что не могут как-то нормально назвать, да, потому что, ну, мы же все-таки не эко, мы совсем другое. Вот, и в этом смысле, если ответить вопрос, что такое, ну, информационная безопасность или кибербезопасность, ну, для меня это прежде всего возможность создания таких условий, когда не наступают негативные сценарии для бизнеса, да, то есть и в этой формировке для меня заложено очень многое. То есть это прежде всего означает, что, наверное, мы не сможем гарантировать, что нас не взломают, но мы сможем сделать так, чтобы взломав, злоумышленник не реализовал, так сказать, негативный сценарий. И это тоже довольно многое означает. Например, в частности, это означает то, что я считаю, что инцидента не надо бояться. Например, что за инцидент не надо наказывать. Инцидент — это нормально. У всех могут быть инциденты. И как раз наоборот надо побуждать сообщество не скрывать инциденты, да, а обмениваться ими со структурами типа Финцерт, Госсопка и так далее. Потому что, если мы будем их скрывать, мы не сможем выработать некой, так сказать, панацеи. И в этом смысле я считаю, что вообще вот эта парадигма безопасности, когда она подразумевает наличие инцидента, но пытается гарантировать, прямо в хорошем смысле слова, не наступление плохого сценария, это такое прям некое будущее, в котором я вижу ну некий прям большой смысл, или индустрии в частности. Спасибо, понял. Так, значит, есть важный вопрос, прежде чем переходить к разговору о кадрах. Все-таки должно ли государство играть более активную роль в купировании возможных рисков? Я бы к Юрию Кантемировому с этим вопросом обратился, все-таки как пусть и временный исполняющий обязанности заместитель руководителя Роскомнадзора, но, надеюсь, эта приставка уйдет. Вы уже сразу скажите, должно ли государство здесь более активную роль играть. Здесь и вопросы, похоже, и есть, поэтому, в общем, это такая общая тема. Я, наверное, продолжу мысль, которую говорили коллеги, о том, что выработка подходов, выработка стратегии в части регулирования оборота, в моем случае, персональных данных, больших данных и так далее, и так далее, и так далее, это все-таки конструктивно. И обсуждение этих вопросов, помимо государства, должно привлекаться еще и общество, и экспертное сообщество, потому что все должны друг друга слышать. Должен быть баланс. И смысл регуляторики не для того, чтобы закрутить гайки, а для того, чтобы выработать те подходы, которые в равной степени отвечали интересам государства, и, соответственно, отвечали правам и законным интересам бизнес-сообщества. Вот как раз мы об этом и постоянно говорим, в том числе и на последних, в свете последних событий, на своем послании президента и так далее, мы всегда говорим ровным счетом о том, что выработке соответствующих подходов, помимо государства, должно привлекаться еще и экспертное сообщество. Понятно. Все-таки вы за такой широкомасштабный диалог, очень широкий. В завершении вот этого блока вопросов, вопрос, ну я не знаю, но все-таки, наверное, к Центральному банку. Один из самых больших рисков для кредитных организаций генерируется в настоящее время в платежных системах. И вот регулирует ли Банк России достаточность мер киберзащиты и платежных системах? Хороший вопрос. Я думаю, зал на него имеет свое мнение. И это мнение, очевидно, будет разделено между двумя полярными точками зрения. Первая точка зрения, что нам этого недостаточно. Вторая точка зрения, что слишком много мы всего зарегулировали. Знаете, история регулирования информационной безопасности Банка России, она очень интересна. Сначала мы же постоянно общаемся с рынком, с нашими поднадзорными, и сначала рынок плакался, что нам не хватает точного указания, что там надо сделать. Прям вот, чтобы досконально было написано, что чуть ли не до названия конкретного прибора, который должен стоять в конкретной точке. И Центральный банк почти это сделал. Конечно, не указывая конкретных средств, но тем не менее технических требований, которые должны были быть выполнены, содержалось в 382П, это базовый документ по защите платежей, довольно много. К чему это привело? Привело это к тому, что те же самые люди, которые очень хотели этих требований, сказали, ну зачем вы нас так зарегулировали? А что же мы теперь делать-то будем? А у нас же технология-то совсем другая. И мы это прекрасно понимаем. Собственно, именно поэтому технические все вопросы были вынесены в стандарт. И мы сосредоточились и дальше будем сосредотачиваться не столько на технических требованиях, сколько на, как совершенно правильно Борис говорил, на том, как построена система управления с точки зрения выявления проблемы, ее оккупирования и устранения последствий, если инцидент, собственно, произошел. В конечном итоге мы выходим на оценку влияния этого инцидента на устойчивость финансовой организации с точки зрения потери капитала, потери клиентов и много всего остального. И завершается эта оценка уже вполне конкретным экономическим показателем, который дальше может быть транслирован уже в мировоздействие Банка России в рамку установленных законов. Но, возвращаясь, собственно, с рынком советуемся, слышать рынок всегда мы слышим, но не всегда имеет смысл идти на поводу рынка, поскольку нередко мы оттуда получаем сигналы, которые нацелены на решение вполне конкретной ответственности и минутной задачи. Поэтому советуемся, но все-таки смотрим в перспективу. Второй блок вопросов, который хочется обсудить, он касается кадров. Мы так обозначили в расширении нашей сессии «Кадры решают все» — это тему вот этой части дискуссии. Но прежде чем говорить о кадрах, хочется задать вопрос о технологиях. Потому что у нас тут магнитка недалеко, магнитка — это первая пятилетка. Лозунг первой пятилетки «техника решает все», а второй уже «кадры решают все», кто помнит историю Советского Союза и индустриализацию. Так вот, я про первую пятилетку. Вот техника решает все. У нас с техникой, прежде чем говорить о кадрах, все ли в порядке? Борис, как вы как специалист в области безопасности на этот вопрос отвечаете? С техникой-то все в порядке, а с защитой не все в порядке в итоге. Тогда поясните разницу. То есть техника есть, работать не умеем на ней или как? Нет, но в целом мое мнение, что сейчас мир находится на таком витке, когда нападающим гораздо проще использовать современные технологии, чем защитникам. Это традиционная ситуация для преступного мира, когда вот, ну, как бы… Ну, я думаю, что даже лет, например, 7-8 назад была не такая пропорция. А сейчас в силу ряда причин и вычисления стали более дешевыми и обмен данными более, так сказать, простым. Я считаю, что, к сожалению, для защитников это очень непростая история. Вот, потому что нападающие используют все современные технологии и криптографию, да, и скрывают себя и так далее. И это прям, ну, для меня реальность сейчас защищенность это, с одной стороны, вопрос экспертизы, а с другой стороны, это некая задача для нас, как для производителей. То есть я понимаю, что те, кто научится в своих продуктах ну, прям автоматизировать сложные человеческие какие-то экспертные мысли, тот и будет на коне. И мы прям очень сильно стараемся, так сказать, работать вот в этой области. То есть я считаю, что за технологиями будущее именно за теми, которые могут нести серьезную экспертизу. Поэтому цикл разработки вот в кибербезопасности, он довольно долгий. Сначала тебе надо набрать экспертизу, а потом прийти ее в продукт. То есть это гораздо больше, чем просто программирование. Это такая прям вот, ну, другая продикла. А что у нас тогда все-таки с точки зрения обеспеченности кадрами? К Николаю Зубареву, директора по направлению информационной безопасности, цифровая экономика, обращусь. Мы насколько располагаем достаточным количеством специалистов в этой области? Да, Алексей, спасибо большое. Но я бы хотел и про технику дополнить немножко. Понимаете, в чем одна из таких глобальных проблем. Техника-то у нас есть, но она чья? И технологии. Она, к сожалению, в большей степени у нас зарубежная, а значит недоверенная. Это тоже будет, ну, я так понимаю, у нас дальнейшие будут секции, связанные и с вопросами КИИ, и с импортозамещением, и о том, что сейчас на объектах КИИ необходимо ставить отечественные как железо, так и софт. Вообще очень важно, это должен быть комплексный подход, я думаю, что мы все-таки придем к этому. Необходимо развивать так называемый стек отечественных технологий. Это электронно-компонентная база, это железо и это свой софт. Если это делать все в одном ключе, тогда это принесет определенные успехи. То, что касается кадров, ну, смотрите, вот даже на примере Банка России, да, насколько я знаю, сейчас порядка 50 тысяч, да, Артем Михайлович, численность. Вот. Все равно, насколько опять же, да, я знаю, из открытых источников планируется оптимизация там порядка до 43,5 тысяч. При этом востребованность IT-специалистов сейчас порядка 120 тысяч в год. Вузы выпускают в прошлом году примерно было 50 тысяч. Это только IT, это даже не в сфере информационной безопасности, про это я более подробно скажу. И с каждым годом планируется увеличить выпуск кадров до 120 тысяч в год к 2024 году. Но если мы посмотрим, сколько сейчас школьников выбирают издают ОГЭ, не ЕГЭ, ОГЭ, то это порядка 200 тысяч. То есть мы понимаем, что количество мест даже уже недостаточно. Это только то, что касается IT-специалистов. То, что касается десятой группы специальности, это конкретно информационная безопасность, то по моим данным в прошлом году оценочно было подготовлено порядка 8,5 тысяч человек. Соответственно, планируется этот показатель также ежегодно увеличивать. Также необходимо отметить, что на данный момент IT-специалисты и специалисты, особенно в сфере информационной безопасности, мало того, что они очень востребованы, это очень высокооплачиваемые специальности. У нас есть, скажем так, крупные компании, слава богу, они наши, российские, так или иначе, это Ростелеком, который здесь находится, поедает кадры. Это хорошо. И Сбербанк потребляет кадры. Наверное, это хорошо. Лучше, чтобы они оставались все-таки у нас. Действительно, проблема есть, но проблема заключается в том, что необходимо все-таки смотреть и готовить те программы, которые будут актуальны и востребованы не сейчас, а в перспективе, потому что это сфера, которая очень динамично развивается. Вот, наверное, такая вот история сейчас с нас провести. Но это тяжело, да. Алексей, я немножко можно добавлю? Давайте, конечно. Проблема кадров. Это реально больная тема, которую мы, как Центральный банк, занялись в общем не от хорошей жизни, а от понимания того, что совершенно точно нету соотношения между теми рисками реальными, которые сейчас есть, и специалистами, которые готовы эти риски выявлять и парировать. Не потому, что выпускается мало. Выпускается, в принципе, много, и хотя, конечно, может, еще больше. Но проблема в том, что эти люди, они обучаются, вот как всегда, генералы готовятся к прошедшей войне. Вот так и в нашей истории, собственно, специалисты обучаются тому, что уже не сильно актуально. Мы не зря пошли в отработку профессионального стандарта именно для специалиста финансовой сферы, поскольку в нашем представлении этот человек, который пришел в банк, чтобы заниматься действительно информационной безопасностью, он должен понимать не только, как работает безопасность, и скорее не столько, как работает безопасность, а должен понимать, как работает основной бизнес, и что, собственно, этот основной бизнес может потерять, если неправильно будет сформирована безопасность. Это первая проблема. И вторая проблема – неготовность руководителей ряда финансовых организаций понимать, что ему нужен не многостаночник, который на все руки мастер, но при этом не очень понимает, что действительно бизнес делает. А ему нужен специалист, понимающий технологии. Это вторая проблема, очень серьезная, и мы тоже намерены эту проблему решать, постепенно переходя к обязательности наличия в штате любой финансовой организации, специалиста, условно прошедшего определенное обучение и прошедшего контроль по этому обучению. Это не перспектива текущего года, это перспектива я думаю, там следующих двух лет, это записано у нас в стратегическом нашем документе, но на пути к этой к этому решению лежит еще одна проблема, третья, она не касается ни банков, ни там центрального банка, она касается вузов. Там, к сожалению, нету специалистов, которые могли бы так перспективно обучать. И одна собственно задача, которую мы видим, это привлечение молодых, талантливых преподавателей собственно вузы и там, где идет повышение квалификации, для того, чтобы собственно обучаемые могли понимать, что же они должны защищать в конечном итоге. Ну вот мы опять о конвергенции говорим, но я вот хотел как раз к Игорю с этим вопросом обратиться. Ну продолжите. Разговаривая с большим количеством наших партнеров, заказчиков, один и тот же тезис звучит. Вузы выпускают недоученных специалистов, ну что правда, мы действительно сейчас практически половину нашего набора делаем из вузов, но при этом мы, ребят, доучиваем четвертый-пятый курс, потом они пишут какую-то дипломную работу уже по нашей теме, потом мы делаем какой-то интенсив и только потом принимаем на работу. И это такая понятная для всех сейчас проблема, мы как ее решать, обсудим. Есть другая сторона, для меня она некоторое такое удивительное открытие. Мы уже второй год проводим смены по кибербезопасности в Сириусе. Это берем либо ранних студентов, студентов младших курсов, либо школьников. И удивительно, но школьники, которым сейчас 13, 14, 15 лет, миллениалы и вот это новое поколение, они удивительно технологически вооруженные. Они прям с очень живым, ищущим мозгом, таким очень заточенным на самом деле на кибербезопасность. Но главная проблема, что у этих ребят очень серьезное есть давление, или точнее притяжение не на сторону света, а на темную сторону. Потому что там есть ряд факторов. Это такая для меня была очень интересная история. Во-первых, сейчас мы все круто играем в CTF, и вот эти командные игры на то, чтобы взломать, это такая определенная пиратская романтика, и мы создаем такой технологический потенциал именно во взломе. Второе, то, что, конечно, на той стороне школьника привлечь гораздо проще. Там есть очень понятные живые деньги, большие деньги, такая интересная престижная работа, и, конечно, она очень стимулирует вот ребят идти туда. И третье, нет с точки зрения, не знаю, общества, семьи, какого-то дифференциатора, какой-то мысли. Ну, вот там, мы все читали в детстве книжку, да, что такое хорошо, что такое плохо. Так вот, в киберпространстве этого нет. И у родителей, если они видят, что дети зарабатывают вот своими мозгами, с помощью технологий, за большие заметные деньги, у них даже не возникает какой-то идеи понять, разобраться, а что же он там конкретно делает. Я и с родителями общался, и с ребятами, с школьниками общался, у них очень понятные посылы, он не шарится где-то по подъездам, по улицам, он уже имеет хороший доход, и он это делает со своей головой. И это очень круто. Зачем дальше? Что здесь плохого? Что здесь плохого? Но на нашей стороне, понятно, вот это вот сообщество, оно пополняется действительно самыми талантливыми, самыми такими живыми мозгами, и это проблема. Ну да, может тогда их как-то промежуточно сначала на серую сторону перетаскивать, белыми хакерами делать, потом уже сотрудниками службы безопасности. Это как в старой рекламе, надо кормить, лучше тогда улетать не будут. Вот-вот-вот, да. Но вот, кстати, по поводу кормить лучше, Игорь, я вот просто в продолжение вы это начали говорить, но мы так немножко в другую сторону ушли. То есть много говорится о том, что бизнес должен формировать заказ и в образовании тоже. Это про все отрасли экономики сейчас говорится, но вы можете так прикинуть по своей отрасли, насколько это отличается от других отраслей в целом, насколько здесь запросов гораздо больше, чем, я не знаю, в промышленности, например. И все-таки, если делать такой заказ бизнесу, а как его вообще формировать? Если вот мы уже все об этом сказали, что мы не поспеваем, ну как сказать, технологии развиваются гораздо быстрее. Как сформировать заказ на то, что потом будет работать, когда технология ушла уже вперед? Я понимаю, сложный вопрос. Не-не, он с одной стороны сложный, с другой стороны понятный, потому что без решения этого вопроса, без нахождения ответа на него, но мы дальше не продвинемся. И очевидно, мы можем долго рассказывать, что вузы учат не тех, но до тех пор пока не будет вот этой вот связки, сцепки, когда есть бизнес, у которого есть потребности, вуз, который можете удовлетворить, ничего не поедет. Так вуз и будет учить некоторого такого, там, история технологий и совершенно оторванного от реальной жизни специалиста. И здесь, ну, ответ, он единственный. Сейчас в каждой из отраслей, это проблема, в каждой из отраслей есть, в общем, институциональные игроки, игроки, которые во многом формируют этот рынок и они как раз должны, ну, в некотором смысле миссию, да, вот эту вот свою институциональность нести и выступать таким заказчиком на соответствующие кадры, на соответствующую подготовку. Вот Артем Михайлович говорил, что нам нужны талантливые молодые преподаватели, а реально они тоже ниоткуда не появятся, кроме как из практики. Да, и здесь мы должны ровно, вот ребят, которые практикуют, которые работают, сначала давать им возможность преподавать, второе, создавать некоторый заказ на соответствующую квалификацию, но не зря и там Банк России и Ростелеком начали работать даже со школьниками. Это цикл до специалиста 6-7-8 лет, но если мы его не будем формировать, так ничего и не произойдет. Когда там частная компания, в которой есть 200-300 человек, но она, если захочет, не сможет вот такой дистанции и такой, ну, это там все пересчитывается в деньги, такой инвестиции оперировать. Ростелеком, Сбербанк, который, к сожалению, поздно включился в эту историю выращивания специалистов, мы все знаем, как они собирали свою первую команду, тем не менее, это наша ответственность, чтобы сформировать вот этот вот заказ, снабжать сначала преподавателями, учить преподавателей, ну, а потом это будет уже развиваться. Юрий, вы как считаете, кто должен формировать вот для образовательных учреждений и стандарты, и вот такую потребность в кадрах, и потом, вот когда Игорь говорит про мы должны, должны это моральные обязательства, или можно это даже каким-то образом прописывать, ну, потому что время действительно к этому подходит, что может быть и какую-то часть ответственности на бизнес можно перекладывать, в том смысле, что они кадры-то для себя должны ковать, как считаете? Я поддержу коллег, которые до меня высказывались, о том, что если, вот если рассматривать на примере плановой экономики и рыночной экономики, да, то вот как раз к вопросу образования, если применять такой подход, то если будет плановая экономика, как вузы выпускали, как Олег сказал, выпускали и будут продолжать выпускать без привязки к реальности, то ничего не поедет. Вот, задачи образовательной среды как раз направлены на то, чтобы именно главный потребитель, а главный потребитель на сегодняшний является не государством, а является бизнес-сообщество, чтобы бизнес-сообщество формировало этот заказ, формировало эти критерии, а задачи государства при необходимости обликать их, в том числе, вопросы стандарта образования по вопросам информационной безопасности. Спасибо. Николай, продолжите эту мысль и сразу в догонку вопрос наших зрителей, смотрим ли мы на то, как Запад готовит кадры, насколько эффективнее их модель. Если вот кто-то знает об этом, тоже может добавить. Но вопрос к Николаю. Да, Алексей, спасибо. Я продолжу мысль коллег. И вот согласен абсолютно со всеми. Буквально вчера я имел беседу с представителем фонда образования в военных, дошкольных и школьных учреждениях. Вот она курирует Тверское и Суворовское училище. Значит, что особенно актуально и интересно? То, что мы должны обучать всех со школьной скамьи и в части информационных технологий, и в части информационной безопасности, это очень важно. Это очень важно. Опять, на чем я бы акцентировал внимание, это практика ориентированное обучение. Понятно, что это было много раньше и в советские времена были так называемые заказчики, которые на третьем, четвертом курсе приходили в вузы, смотрели, отбирали лучших, брали их к себе, и сейчас это есть, брали к себе на стажировку после третьего, четвертого курса. Потом гарантированно устраивали их на работу к себе. Соответственно, этот специалист будущий, он уже замотивирован. Он уже замотивирован поступать в определенный вуз с четвертого, с третьего курса. Он, может быть, по другой программе идет, но он гарантированно получает хорошую, качественную работу. Что касается закрытых заведений, там дело обстоит гораздо сложнее. Допустим, те же самые военные училища, специальные училища, не суть важна. Там вопросы информационной безопасности стоят очень остро, потому что проще всего запретить. Но когда человек находится, либо это исключительно женский коллектив, либо это исключительно мужской коллектив, то та информация, которую мы можем подчерпнуть и увидеть из соцсетей или из других информационных источников, она оказывает совсем другое влияние. Поэтому, говорю, это должен быть комплексный подход и, в принципе, он сейчас реализуется. На базе ведущих компаний у нас это и Ростелеком проводит обучение, и Центральный банк проводит обучение. Артем Михайлович, сколько вы уже обучили в своем университете? Ты же 25, наверное? Ну, достаточно большое количество у нас обучается в нашем корпоративном университете специалистов из банков. Это да, это точно. Но мы, кстати, не только с банками работаем. Мы же точно так же, как коллеги, проводим и смены в Сириусе, и подтвержу, что там очень талантливая молодежь, которая очень хочет идти именно в профессию. Кстати, по поводу кадров, которые преподают вузах, по поводу тех специалистов, которые идут преподавать. Здесь вот к Игорю вопрос. Преподавание в вузе для практиков это скорее про альтруизм и веру в светлое и вечное? Не планирует ли бизнес стимулировать профильных преподавателей? Ну, все-таки для нас это необходимое действие, которое нельзя не делать. Но, с другой стороны, когда человек, специалист, хороший руководитель дорастает до какого-то уровня, это определенная вот такая следующая ступенька зрелости, когда этими знаниями уже хочется делиться и мы во многом ребят стимулируем для того, чтобы они, я не хочу говорить это преподавательское деятельное, все-таки 95% времени он должен проводить на работе и работать по тем задачам, которые должны быть. И только небольшая часть это преподавание. Но тут хочу еще раз подчеркнуть, что сейчас без вот этого, не знаю, у меня на этот год 450 вакансий. 450 вакансий, которые я должен закрыть. Это вот там все... Не сманивай, пожалуйста, у нас народ. Все наши, Артем Михайлович, три паруса, это как раз тот объем подбора, который нужен Ростелекому в кибербезопасности. Я никого не призываю. Но все услышали. Что-то делать, но без вот этого выращивания, без кадрового потенциала из ребят от вузов, ну, это невозможно закрыть. Но там нет столько людей на рынке, чтобы это все сделать. Я добавлю по поводу необходимости профильным специалистам преподавать. Это на самом деле очень хорошо ставит мозги на место. По себе знаю. И у нас есть, собственно, в департаменте специалисты, которые преподают и преподают именно для того, чтобы мозги немножечко встали на место, систематизировались. И получается, как в старом анекдоте. Знаете, когда преподаватель говорит, слушайте, я своим студентам вот эту теорему объяснил уже пятый раз. Я на третий раз сам все понял, а они до сих пор никак. Вот приблизительно так. Да, ну, я понимаю, да. Тут много вопросов. Тема-то зашла и про вузы. Такое же предложение или вопрос, надо ли превращать вузы в ПТУ, акцентируя их на понимание, на практикоориентированное обучение. Ну, может быть, там не ПТУ, да, в советском плане, но мы понимаем, да, что это уже, может быть, не с высшим образованием, а какие-то навыки раздавать. Борис, как вы думаете, может быть, уже как-то стоит так масштабировать? Это очень интересная тема, потому что я соглашусь, что, с одной стороны, не хватает очень таких кадров высококвалифицированных, а с другой стороны, ну, реально часто я вижу, что 15-летний парень гораздо более продвинутый, чем выпускник, там, МГУ или Бауманки, именно в нашей экспертной части. И, может быть, сейчас я там обижу всех своих коллег, но во многом мне кажется, что информационная безопасность это не наука, это практика. И, в общем-то, зачем пять лет учиться огульно там, высшим каким-то сферам, может быть, это не всегда правильно. Да, нужны такие очень продвинутые люди, которые будут создавать новые технологии, но большинство наших экспертов это практики. И, конечно, я считаю, что введение таких практик это, наверное, единственный путь заполнить вот эту вот нишу. И то, что вы говорите, что запрос бизнеса, наверное, уже нет запроса бизнеса к вузам, бизнес просто сам учит уже и берет себе людей. Да, это делает и Ростелеком, и Сибербанк, и Позитив, и многие другие участники индустрии. Ну да, я ровно про то и говорю, но мне кажется, что может быть стоит не только то, что нужно бизнесу непосредственно, вот как бы ему в такую моральную обязанность менять, а может быть чуть больше, чтобы он вкладывался в образование, будет с излишком, хватит еще кому-то, не только они будут переманивать. Про Центральный банк хороший вопрос, мне кажется, очень уместный. планирует ли ЦБ вводить какую-то аттестацию специалистов кибербезопасности, то есть маленькие банки теряют деньги клиентов в первую очередь из-за низкой квалификации специалиста. Это тоже к кадровой подготовке, наверное, вопрос. А я уже сказал, да, у нас определенный план действий есть, да, нам сначала надо, ну, аттестацию можно проводить тогда, когда есть и запущенные программы обучения, да, поэтому сначала стандарт профессиональный, потом образовательный, программы обучения уровня магистр, специалитет и повышение квалификации, то есть переподготовки, запущенные уже учебные программы как минимум в трех-четырех вузах, после этого, да, обязательные требования по прохождению квалификационного экзамена и изменения в нормативной базе. Вот по такому пути, то есть быстрее мы это не сделаем, просто это будет, ну, никто в мире, никто в стране у нас не работает, чтобы сначала было требование, а потом, значит, под него давайте быстренько готовить учебные программы. Ну да, да, ну и вам в догонку вопрос, вот то, что пришел, а в ЦБ сколько вакансий планируется в этом году в части информационной безопасности? Слушайте, а у нас в департаменте еще есть вакансии, поэтому с удовольствием приходить, ну, вот это, кстати, огромная проблема, связанная с перегретым рынком по зарплатам, да, мы проводим довольно много собеседований и прекрасно понимаем, что иногда даже уже поработавший человек приходит, хочет поработать и определяет такой уровень зарплаты, что сразу возникает вопрос, а уважаемый, а что ты за такие деньги можешь? И вот на этом вопросе очень многие, к сожалению, срезаются, потому что выясняется, что оказывается, а вот и не так-то много они могут. Это раз, а во-вторых, у нас есть серьезная специфика, она заключается в том, что мы находимся немножко, как сказать, над битвой, где информатизаторы, где там бизнес, и нам надо сформулировать задачу так, чтобы она не решала конкретные бизнес-интересы, а она решала стратегические государственные интересы. И вот тут это тоже не все готовы. Гораздо проще найти человека, который бы что-нибудь написал на каком-то языке или знал, как поставить какую-нибудь железяку, но вот дальше перешагнуть этому человеку через чисто технические какие-то знания к пониманию, зачем он это делает, иногда бывает очень сложно. Да, это правда. Мы к очень интересной теме, к очень интересному блоку вопросов уже фактически подошли, даже начали об этом говорить. То есть, собственно говоря, киберкультура, где ее взять? Потому что вот об этом, мне кажется, говорить уже давно пора, как говорится, нужно было вчера. Юрий, можно я к вам с этим вопросом? Может, даже не столько как представителю Роскомнадзора, сколько как специалисту в этой области, хотя может и как представителю Роскомнадзора. То есть, во-первых, на ваш взгляд, с какого возраста нужно вот этой кибербезопасности учить, с какого возраста нужно закладывать основы этой киберкультуры? И такой вопрос, ну как от представителя госсми, про пропаганду спрашу, да, все видят в этом какой-то негативный контекст, хотя пропаганда это все решено, все активное продвижение каких-либо идей, да, ну вот пропаганда спорта, пропаганда ЗОЖа, нужна ли пропаганда киберкультуры, кибербезопасности, если хотите, да, нужно ее, вот опять же, еще одно плохое коннотационное слово насаждать. Спасибо за вопрос, я, наверное, для себя, я думаю, коллеги смогут тоже ответить на этот вопрос, для себя сужу такую предметную область, именно заострю внимание на персональных данных, потому что вопросы связаны с защитой персональных данных, с предоставлением персональных данных, они тоже актуальны, сегодня говорили и о социальной инженерии, когда граждане не знают основные правила обращения со своими персональными данными и в результате сталкиваются с противоправными действиями, которые приводят к очень печальным последствиям, в данном случае похищения денег с их счетов и так далее, и так далее, и так далее. По поводу возраста, на наш взгляд, это нужно прививать со школьной скамьи. И более того, мы в своей части пытаемся взаимодействовать и с Минпросвещением, мы взаимодействуем и с общественными организациями, которые имеют выходы на детей, в том числе в школах, которые проводят тематические смены лагеря как дневного пребывания в рамках летнего каникулярного периода, где как раз и проходят образовательные мероприятия, где и специалисты Роскомнадзора, и другие привлеченные специалисты как раз рассказывают о правилах информационной гигиены с акцентом на ту практическую деятельность, с которой сталкиваются дети. То есть соцсети, самое главное, мессенджеры, общение и так далее. Какую информацию можно, какую нельзя. Во исполнение этого принималась в 2016 году стратегия информационно-публичной деятельности, где детскому воспитанию был уделен отдельный вопрос, был создан портал «Персональные данные дети», где присутствуют и игровые формы, и анкеты, и мультипликационные ролики, которые разъясняли основные правила борота с информацией. И надо сказать, что мы последние два года, учитывая, что, как я сказал, стратегия реализуется с 2016 года, мы последние два года проводим при содействии Минпросвещения анкетирование школьников разных возрастных групп, начиная с третьего класса, заканчивая одиннадцатым классом. Надо отметить о том, что даже за два года исследований опросили порядка, каждый раз опрос варился от пяти до семи миллионов учащихся, которых мы опрашивали. И надо отметить о том, что процент тех, кто понимает, что такое персональные данные, что такое конфиденциальность, как нужно распоряжаться своими персональными данными, сейчас составляет практически 88%. На наш взгляд, это очень хороший результат, что дети понимают о том, как нужно работать именно с персональными данными. Мы надеемся, что при выходе из школы, попадая во взрослый мир, они вот те навыки, которые получили в рамках школьного института, как раз применят на практике, и не попадут в неприятные ситуации. 80% — это очень хорошо. Единственное, я замечу, что анкетирование, наверное, не самый релевантный способ этого определения, потому что считаю ли я, например, себя финансово грамотным? Да, считаю. Являюсь ли я им? Да бог его знает, покажет время. И здесь то же самое, наверное. Хотя мне интересно, что на это отвечает Минобор. Николай, может быть, вы тоже расскажете. Я думаю, что во всех этих общих группах с Минобором приходится дискутировать на эту тему. Резонно, что действительно-то надо совсем уже с маленького возраста начинать. Но 24 часа в сутках. Было бы неплохо, чтобы было бы 25. Но вот у школьников уже сегодня такой загруз. А потом кто-то из Госдумы скажет, что нужно физкультуру. Потом кто-то из Госдумы скажет, что нужно русский язык. Хотя мы понимаем, что сегодня нужно и английский, и кибербезопасность, и уже все-все-все современные вещи. Я не понимаю, как это впихнуть, как говорится. То, что не впихивается. Да, Алексей, спасибо большое за вопрос. Я вам скажу так, на примере нашей организации, что мы делаем для этого. Мы при помощи и при поддержке бизнеса организовали так называемый урок цифры. И он идет по различным направлениям, в том числе по безопасности. И, соответственно, его можно... И он проходит как в онлайн-режиме, так и проходят выездные мероприятия на базе тех или иных школ. Или вузов. То есть охват абсолютно разный. Это как учащиеся, школьники, студенты. И последний урок цифры, который был и сейчас идет активно, это урок цифры для топов. То есть приходят Андрей Ремч-Белоусов, Дмитрий Николаевич Чернышенко, Максут Игоревич Шадаев. Коллеги из Сбербанка, из Ростелекома. И также им рассказывают информацию на наиболее актуальные темы. К чему я это говорю? То есть учиться никогда не поздно. И, конечно, лучше это делать с самых молодых ногтей. Когда все были маленькие, все, наверное, помнят прекрасно, когда переходишь дорогу, посмотри налево, посмотри направо. Мы живем в таком мире, что сейчас также у каждого школьника практически со второго, с третьего класса есть не просто уже мобильные телефоны. Есть смартфон, на котором установлены приложения, по которому также могут приходить какие-то сообщения непонятные. Конечно, это необходимо делать. То, что мы делаем со своей стороны, могу сказать примерно по цифрам, за минувший год охват порядка 10 тысяч школьников, в том числе в сфере информационной безопасности и информационной гигиены. Вот такие цифры. Да, да, да. Ну вот мы когда говорим о необходимости быть с точки зрения кибербезопасности просвещенными, а вы не замечаете, что есть движение в обратном, я бы даже сказал, направлении? Просто развитие технологий настолько стремительное, и некоторые предложения, в том числе финные институты, выглядят как, в общем, потеря бдительности. Даже какой-то отход от такого культивирования киберкультурных установок в обществе. Нет ли такого ощущения, Борис, вот как вы думаете? Я даже конкретные вещи скажу. Мне когда предлагают биометрические свои данные создать, ну, в общем, все специалисты в области кибербезопасности, я думаю, что вы тоже подтвердите, скажут, что сегодня, в общем, мой лик можно с фотографией и так далее. И много других способов, более даже продвинутых, чем я вот сейчас называю, есть с чужими данными поработать. Это прям интересная тема. Я соглашусь, знаете, я вот такие примеры, когда человек, мы говорим, там, персональные данные, люди заполняют какие-то форумы за то, что они там согласны на передачу, требования к операторам. А потом человек бьет ипотеку, какой-нибудь страховой агент говорит, ну, скажите, вышли мне сканы. Все страницы паспорта, все эти данные о машине, там, и человек просто прям, и это шлет. Да, даже прям не понятно, кому шлет, понимаете, и я соглашусь, что скорее я вижу ухудшение в этом смысле, то есть люди все более легко отдают свои персональные данные кому угодно, потому что это удобно. Это же удобно. Но я хотел бы, может быть, поднять другой вопрос. Может, здесь профессионалы, да, и, наверное, тут, да, я согласен со всеми очевидными, так сказать, вещами, надо обучать людей, чтобы они понимали эту киберкультуру. Но, смотрите, вот сейчас мы говорим про социальную инженерию. Она ведь бывает разная. Она бывает такая общая, бывает прям направленная на вас, на нас, на меня лично. И я даю стопроцентную гарантию, что если злоумышленник захочет послать любому человеку из зала и вам, и мне письмо, чтобы вы его открыли, он подберет такое письмо, чтобы вы его откроете. И никакое обучение тут прям вот не поможет. И в моем понимании я тут скорее не оптимист. То есть я не думаю, чтобы из изменения принципиальных правил игры, таких, знаете, вот каких-то прям космических в интернете, мы сможем через обучение и через технологию эту ситуацию изменить. То есть настолько легко поймать человека, что прям вот такого даже пути среднего я особо не вижу. Я живу в парадигме, да, что меня могут взломать. То есть я понимаю, что я себя не защищу. И это еще один факт интересный, когда мы говорим, а пускай профессионалы в кибербезопасности научат простых людей, как защищаться. Да мы сами не можем себя защитить. В принципе, вот стал вопрос интересный, наверное, последние пару лет. Это персональная безопасность. Как правило, топ-менеджер. То есть, например, защитить людей, там, высших руководителей, чтобы их лично не взломали, не взломали их соцсети, это очень тяжелый вопрос. То есть прям надо подреть много сил и денег, чтобы это сделать. А уж обучить всех, чтобы они это сделали, знаете, это очень тяжело. И, может быть, последний аспект, который тут мне кажется очень интересен, потому что у нас все-таки профессиональная такая конференция, это поговорить о киберкультуре, скажем так, топ-менеджеров и собственников и руководителей, чтобы они, собственно, понимали, что такое кибербезопасность. И вот тут я вижу, кстати, положительный сдвиг. То есть еще буквально три года назад я почти не встречал ситуации, чтобы руководство бизнеса или компании прям искренне интересовалось защитой. Больше всего был формальный compliance. Да, нам надо соответствовать. Но в последние годы прям серьезный сдвиг. Руководство стран, так сказать, корпораций говорит об этом и видно, что меняется. Вот тут я вижу очень положительные сдвиги и в этом я вижу некую надежду. То есть потому что безопасность невозможна решить только усилиями людей, отвечающих за кибербезопасность. Если руководство не захочет в это вложиться, никто ничего не сделает. И вот в этом направлении я скорее оптимист. Ну да. Может быть, это надо как-то сверху так внедрять. Вы знаете, когда Центральный банк всем сказал, и они все сделали. Может быть, как-то так это. И какими-то простыми, такими, знаете, советскими лозунгами. Они были, несмотря на всю свою сейчас кажущуюся наивность, они же очень эффективными были. Там не пей, не болтай. Ну как-то вот. Может быть, что-то в этом духе. Да, и мы даже идем по такому пути, поэтому им всегда говорим. Позвонили, положи трубку. Это хорошо. Вот приблизительно из этого. Ну а если уж как бы серьезно говорить, то... Смотрите, проблема не в том, что люди не понимают собственные технологии. Они по большому счету их никогда не поймут. Не потому что они как-то вот такие вот странные, потому что, ну, некогда каждому задумываться, как это все работает. Проблема в другом. Смотрите, у нас там лет 30 назад телефонные справочники, собственно, были с фамилиями, с номерами телефонов. Никто их не использовал для того, чтобы обзванивать, собственно, по этому справочнику граждан и собирать у них персональные данные, потому что не нужно было. Ну, что там дальше с ним делать? Сейчас совершенно другая история. Можно монетизировать владение этой информацией и монетизировать быстро. Задача объяснить гражданам только то, что если раньше злоумышленник ходил по вокзалу и предлагал погадать по руке или шарики гонял в наперстке, то сейчас он общается с вами по телефону, но смысл его общения тот же самый. Вот поэтому мы действительно в простых таких вот лозунгах позвонили, прерви разговор, хочешь узнать, что со счетом, не перезванивай на телефон, а позвони по номеру, который на платежной карте. Вот в таких лозунгах несколько роликов подготовили и готовим их к серьезному распространению. Но это тоже не очень быстрая история, что с точки зрения регулирования. На самом деле у банков есть обязанность это делать, разъяснять, в чем основной риск. И большинство банков это делают, используя разные каналы. У кого-то это заставка на банкомате, у кого-то это в приложении, у кого-то на сайте. Разные варианты. И они по большей степени начинают немножко действовать. То есть уже мы видим явно изменившуюся тенденцию. Если раньше в основном злоумышленники охотились все-таки на старшие поколения, то сейчас доля ограбленных пенсионеров существенно меньше по сравнению с долей тех, собственно, лиц, которые находятся в среднем возрасте. Ну да, накапливающийся такой эффект. Пару вопросов. Я вот даже этот вопрос прям к себе отнесу. Ну, соответственно, отвечу на него. Почему не готовят ролики для, на, ТВ, медиа, как реклама, которой полно везде? Во-первых, готовят. Во-первых, готовят. Но, кстати, это очень интересная тема, потому что даже если вы кто-то смотрел, там «Каннские львы», там даже есть тоже отдельное направление социальной рекламы. И очень тяжело сделать интересной. Вот. Дорого можно, интересно, тяжело. Вот. А дорого – это второй элемент, то есть цена вопроса. Понимаете, должен же быть кто-то заказчик, потому что медиа – это всегда площадка. А кто-то это должен, соответственно, ну, извините за это, оплачивать, а она социальная. Соответственно, здесь вот эти две проблемы, они существуют, но делают, да, делают ролики такие. Просто, может быть, недостаточно заметно, здесь есть что шлифовать. Юрию вопрос. Большинство школьных организаций и все организации дополнительного образования нарушают основу защиты персональных данных. Это сильный негатив на детей. Будет ли регулирование детских учреждений? Ну, и вдогонку, родители учили не подходить и не говорить с незнакомыми, а тут угроза на другом конце провода, где-то далеко. Может, стоит начать с родителей? Вот на эту тему порассуждайте немножко. Вопрос вам, собственно. Я здесь поддержу Артема Михайловича о том, что если раньше родители говорили «не знакомьтесь с незнакомыми» на улице, то сейчас главное правило – положи трубку, не разговаривай с незнакомыми людьми. Ну да, есть такое. Вот в этом плане. А детские учреждения? По поводу того, что вы сказали относительно нарушений школьных организаций и точек моментов, какого-то дополнительного регулирования для школьных организаций его, конечно, не будет, потому что школьные образовательные учреждения – это такие же операторы, как и банки и все остальные. И те общие требования, которые заложены в тело законоперсональных данных, подзаконных актов, в акты сфере образования, они являются для них императивными, не подлежат исполнению. Вопрос в том, есть ли в школе человек, который может организовать работу по обработке персональных данных. Это второй вопрос. И в этом случае со стороны надзора работа идет такая образовательная. Проводятся семинары, в том числе для образовательных учреждений, где идут разъяснения основных положений законодательства в цели организации работы таким образом, чтобы это не нарушило требования закона. — Спасибо. Кратенько у нас четвертый блок темы, но он самый интересный. Мы, в общем, к голосованию к итогам приблизимся. То есть рынок информационной безопасности. Вот как рынок. Вообще его нужно стимулировать или регулировать? Здесь вот эта бинарность, она по-прежнему существует. Я думаю, что всегда будет существовать. Но для начала с понятийным таким аппаратом определиться. Николай, я к вам за такой экспертизой. Каков вообще объем рынка? Примерно, если это известно. Его емкость, насколько он быстро развивается и фрагментируется. Ну и в этой части сразу в догонку такой вопрос. В какой части вот этот рынок, как рынок, его можно вообще регулировать? Можно ли это делать? Алексей, спасибо. Я вам скажу цифры, те, которые у нас записаны в Федпроекте. Я их помню. Значит, 18-й год, это примерно 67 миллиардов должны тратиться на продукты в сфере информационной безопасности. В 2024-м порядка 160. Но я думаю, что это больше, наверное, и интереснее будет спросить у наших представителей от бизнеса. А то, что касается стимулирования и мотивации, ну давайте все очень просто. Стимул это что такое? Это палка для погона скота. По факту. Мотивация это больше побудительные такие меры, скажем. Поэтому подход должен быть совместный. Если мы говорим так про развитие программных продуктов, то это очень, кстати, актуальный вопрос. Мы его рассматривали и с участием бизнеса, и с участием регуляторов. И даже было у нас совещание с участием Центрального банка, именно Департамента информационной безопасности. Потому что вопрос тоже стоит остро в сфере импортозамещения. А именно как раз это и есть рынок для сферы информационной безопасности. И пришли к какому выводу? Значит, необходимо стимулировать спрос у заказчиков. Это кто могут быть? Это могут быть федеральные органы исполнительной власти, региональные органы. Значит, это могут быть муниципалитеты, соответственно, и компании с госучастием. Но при этом в любом случае необходимо поддерживать разработчиков программных продуктов. И меры должны быть абсолютно разные, как гранты, так и субсидии. И тут очень важно стоит вопрос, особенно в кредитах. Потому что в основном, если это не крупные компании, а стартапы, то у них нет возможности что-то отдать в залог, чтобы получить деньги. То есть необходимо также менять законодательство. Вот, собственно говоря, это должен быть комплексный подход. Игорь, вы хотели на этот вопрос, наверное, ответить. Да, знаете, я хочу чуть-чуть к предыдущей дискуссии вернуться про, ну и мостик в стимулирование. Про повышение осведомленности населения, про повышение киберграмотности. Знаете, ключевой инсайт и ключевая история, которая произойдет. Сейчас мы в течение года, двух, трех, мы все выделяем, ну мы, по крайней мере, на это бюджеты, на повышение киберграмотности, людям начнем прививать вот эту вот задачу повышения собственной защищенности. И у них это станет некоторой потребностью. Дальше, как только это станет потребностью, то для цифровых продуктов, которые они начнут потреблять, это будет с их стороны уже требование. Это будет запрос на защищенный мобильный банк, на защищенный финтех. И безопасность станет некоторым определенным таким, сначала дифференциатором, конкурентным преимуществом вашей организации, что их продукт более защищен. И если вы обращали внимание, это уже сейчас происходит, с начала года две компании запустило рекламу, направленную на конфиденциальность. Первое – это Apple. Если вы обращали внимание, очень классный ролик про то, что iPhone – наиболее защищенное устройство, сохраняющее конфиденциальность. А второе – это ULA, которая запустила вот эту вот защиту от спама, видеозвонки, защищенное взаимодействие покупателя-продавца. И это уже дифференциатор. Они таким образом отстраиваются от конкурирующих продуктов. И для нас, для вас, для безопасников, мы уже перейдем из плоскости функции, обслуживающей бизнес, в некоторое важное бизнес-свойство. Важное бизнес-свойство для того, чтобы ваш основной бизнес мог конкурировать на рынке. И это будет очень круто. Про iPhone скажу, что все-таки я там социальность за рекламой продукта все-таки не всегда вижу. Ну, там, на самом деле, это продолжение определенной американской истории, там есть подоплека. Но суть ровно в том, что они демонстрируют, что они более защищены, чем… Ну, понятно. Ну да. Артем Михайлович. В продолжении темы, Центральный банк, это очень интересно, он одновременно и мотивирует, и стимулирует. Причем у него инструменты для этого все есть. Он мотивирует путем издания нормативных документов и рекомендательных писем. А дальше стимулирует путем, собственно, осуществления надзора и внесения определенных предписаний по результатам проверок. Способствует это развитию рынка или нет, это большой вопрос. Здесь совершенно точно соглашусь, собственно, с Игорем, пока не будет потребности у больших руководителей, у владельцев бизнеса, у генеральных директоров к своей собственной безопасности, то мы хоть обстимулируемся, то все будет приблизительно на том же самом уровне, в лучшем случае это перейдет в такой суровый комплайнс, но не будет давать никакого эффекта. Именно поэтому мы и исходим из того, что нам надо переходить в назорной практике к киберучениям, то есть практически наглядно показать, в чем проблема у бизнеса. И по его итогам выходить на влияние не просто информационной безопасности на конкретный узел, а на влияние этой самой информационной безопасности на устойчивость функционирования организации в целом. То есть пока госсовету с участием президента по кибербезопасности не будет, с участием руководителей всех компаний, эффективность поднятия этих мероприятий, видимо, будет чуть тяжелее, скажем так. Вы бы сказали про киберучения, а проводите, вот вопрос хороший, проводите ли вы киберучения для своей семьи? Киберучения для семьи – это хорошо, мне нравится. А у нас в семье в этом смысле хорошо развито информирование и эскалирование проблемы. Хорошо. Юрий, ну вы все-таки как представитель регулятора, как отвечаете на вопрос, регулирование или стимулирование? Я понимаю, что сейчас скажете, что и то, и другое, но вот в какой мере, да? Я отвечу коротко, я за баланс. За баланс, да. А представители бизнеса тогда как? Регулирование, стимулирование? Борис? Ну тема вообще интересная, смотрите, ведь если посмотреть на развитие IT-отраста в России, где мы видим какие-то развитые российские технологии? По сути, это кибербезопасность и бухгалтерия и так далее. Это, в сути, обе области, где регулятор так или иначе очень сильно влияет на отрасль. И получается, хотим мы этого или нет, но там, где регулятор на отрасль не влияет, то как бы и отрасли тоже нет. Это по поводу необходимости влияния. С точки зрения регулятора, как некто, кто заставляет отрасль быть более безопасным, смотрите, вот, ну, не секрет, что очевидно, что ЦБ самый сильный отрасльной регулятор в России. То есть нет никакой другой отрасли, ни телеком, ни промышленности, ни энергетика, где регулятор был бы таким сильным, где был бы отрасльной стандарт, такого плана мероприятия уже там под десяток лет и так далее. И я считаю искренне, что то, что наши банки, а мы это видим на опыте своих работ, Банк России более защищенный, чем другие отрасли, безусловно, есть прям вклад регулятора. Вот, и это, вот для меня это несомненный факт. Другое дело, что можно говорить о том, что лично я верю в более эффективное регулирование, когда важно не выполнение определенных норм и требований, а когда люди, например, понимают, что если утечка информации, то банк или те, откуда оно текло, обязан известить публику об этом, это будет публичный инцидент, это будут выплаты, законодательство поддерживает определенные суды, и, конечно, это гораздо, я считаю, более эффективный стимул, чем формальные требования. Но для этого в России надо перелопачивать все законодательство, потому что сейчас, если мы данные утекли, мне бессмысленно попадать в суд. То есть это почти нереально с чего-то, это надо прям сильно перелопачивать основы законодательной базы России. Но я считаю, что такое законодательство более эффективное. С другой стороны, я вижу по нашему опыту работы вне России, что во многом наше законодательство, как ни странно, более мягкое. То есть у нас штрафы копеечные по сравнению с теми штрафами, которые можно получить в Европе или в Штатах за те или иные инциденты. То есть это такое интересное поле, я уверен, что оно будет меняться. Насколько кардинально, я бы хотел, чтобы оно ввелось именно в сторону того, чтобы организация понимала, что нехорошая утечка или плохой инцидент будет ей стоить дорого, и поэтому надо заниматься безопасностью. А вы со своей семьей киберучения проводите? Слушайте, это прям отдельная история. Проводите? Знаете, нет. Хорошо. Значит, мне напомнила история. У меня супруга, она главный редактор телеканала «Доктор». Собирали мероприятие, вот тоже большое такое, со зрителями, с экспертами, по вакцинации. Врачи. Одни врачи в зале, врачи. Здесь специалисты, врачи. Нас обсуждали вакцинацию. Она говорит зрительному залу. Ну кто, говорит, вакцину-то все в этом году-то от гриппа сделал? Два человека подняли руку, и все. Это вот мне напоминает историю с кибербезопасностью. Никто не проводит киберучения для своих. Истории с регулированием и стимулированием, вот как представителю бизнеса, Игорь, вам вопрос. Это очевидно. Ну, там, что в России мотивирует, да? Морковка спереди, морковка сзади. Та, которая спереди, создает, ну, такое ощущение, что тебя мотивирует. А на самом деле тебе помогает двигаться все, что у тебя за спиной. Спасибо, да. Ну и в завершение, я думаю, что нужны результаты голосования. Требуют ли современные финансовые отрасли ужесточения регулирования в области информационной безопасности? Вы видите результаты. Победил вот этот умеренный вариант «Б», хотя надо сказать, что и вариант «А», он тоже набрал большое количество голосов. Ну, почти 50, около 50%, 46,5% — вариант «Б». Нет, не нужно, нет, нужно сохранить такой достигнутый баланс. И вариант «А», что отрасли требуется более сильное регулирование, он тоже набрал большое количество голосов. Это где-то треть проголосовавших именно так считает. На третьем месте вариант «Около 20%, что нет, необходимо дать больше свободы и положиться на саморегулирование». Вот этот вариант набрал где-то 20% голосов, третье место занял, вот так я скажу. Ну что ж, по поводу такого, может быть, упрека, что нету здесь дискуссии, дискуссии есть. Вопрос в том, что это действительно та отрасль, где с точки зрения регуляторов, и когда мы говорим о регулируемых, достаточное количество профессионалов имеется. И все примерно понимают, о чем идет речь. Все играют по одним правилам, это как в футболе, да, ну все понимают, как нужно тренировать, как нужно играть и так далее. Вопрос в периодичной сверке часов. Что, собственно, мы и делаем, что, мне кажется, и важно. Тем более, что мы задаем наши дискуссии, наши сессии, если хотите, такой ритм или вектор для других сессий на замечательном форуме. Соответственно, всем желаю хорошей работы. Субтитры подогнал «Симон»!